В эфире Некрасовское телевидение. Здравствуйте! В студии Татьяна Гурьева. Мы рады встрече с вами и сегодня, как обычно, расскажем о главных событиях жизни поселка и района. Смотрите в ближайшие полчаса. Маршрутами успеха разработана концепция туристического развития Некрасовского правобережья. Пенсионеры юные. Уникальный многопрофильный лагерь для пожилых отработал третью смену. Сердце матери. Снайпер Евгений Туров вернулся со срочной службы домой. Без дыма и огня в Некрасовском доме-интернате прошли противопожарные учения. С песней по жизни Левашовский дом культуры отмечает юбилейный день рождения. Теперь обо всем подробнее. В последние несколько лет, благодаря развитию проекта историко-культурного комплекса «Вятская», Некрасовское левобережье стало одним из самых модных туристических направлений в области. Или, как сейчас говорят, вошло в тренд. А что же правый берег? Сможет ли он дотянуться до левого и среди тысяч туристических маршрутов России проложить свой уникальный путь к успеху? Узнаем об этом прямо сейчас. Удачное географическое положение, уникальные природные ресурсы и богатейшая история нашего края давно должны были стать залогом успешного развития туристической отрасли экономики района. И правый берег в этом смысле отнюдь не беднее левого. Несмотря на многочисленные попытки сдвинуть дело с мертвой точки, привлечь внимание туроператоров к нашей территории до сих пор не удавалось. В канун большого юбилея администрация района решила обратиться за помощью к профессиональным экспертам. Свой взгляд на концепцию развития туризма в правобережной части района на этой неделе представила ярославская фирма «Идефикс». Основные ценности территории, мы говорим только о правобережье, в данном случае, могут быть сформулированы вот так, коротко, таким образом. То есть, с одной стороны, это забота о здоровье и отдых, то есть вот такие стандартные модели потребления этой территории. Это развитие творчества и ремесел, то есть, если вспомнить вашу историю, это династия художников, это династия ремесленников, которые сегодня очень много ремесленников, народных мастеров живут и работают на этой земле. И, конечно, это прекрасная природа и вода. Проделав огромную аналитическую и творческую работу, ярославцы предложили ориентироваться в первую очередь на тех гостей, которые уже приехали в район. Это отдыхающие наших здравниц и многочисленные дачники. Но сочетать отдых со смыслом и лечение с увлечением люди согласятся лишь в том случае, если творческий продукт будет подан вкусно и упакован грамотно. Эксперты разработали ряд советов и рекомендаций для владельцев потенциальных объектов посещения. Чтобы схема заработала, потребуются свежие идеи и инвестиции. В том числе предложение либо рядом с этой площадкой, либо каким-то образом отдельно от развлекательного парка «Экстрима», так называемый «Панда-парк». Мы, например, сразу подумали про Некрасовские дачи, где активно привлекают гостей и большая территория. Может быть, они приютят или создадут этот развлекательный парк. Однако, получив на руки козырные карты, надо еще суметь довести игру до победного финала. Насколько готово предпринимательское сообщество к кооперации и изменениям, пока сказать трудно. На сегодня принято решение о создании при главе района координационного совета по развитию туризма. Во-первых, они предложили нам интересные подходы к развитию туризма. Во-вторых, это нестандартные вот эти подходы. Кое-что новое и интересное они нам предложили. Ну и, конечно же, мы надеемся на дальнейшее продвижение данного проекта. Какие шаги будут предприниматься для того, чтобы продвигать проект? Что дальше? Ну, самое первое, наверное, это вот у нас в начале ноября принята программа развития туризма Некрасовского района на 2014-2016 годы, где ряд мероприятий, предложенных концепцией, уже включены в эту программу на районном уровне. В контексте данного сотрудничества мы предполагаем мероприятия, связанные с юбилеем. То есть юбилейные наши мероприятия, которые дадут максимальный толчок, должны дать максимальный толчок и импульс именно развитию туризма вот на территории нашего района. Депутаты поселения Некрасовской рассмотрели проект бюджета на будущий год. Что нас ждет и как изменения законодательства отразятся на расходах и доходах местной казны, узнал наш оператор, побывав на очередном заседании муниципального совета. Бюджетный процесс 2014 подходит к своему логическому завершению. Пока депутаты обсуждают лишь проект бюджета, но основные его позиции вряд ли претерпят существенные изменения. Бюджет поселения в будущем году будет дефицитным. Размер дефицита чуть более полутора миллионов рублей. Основные статьи доходной части составят налоги на имущество и доходы физических лиц. Самая затратная статья расходов – жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство. На эти цели планируется потратить более 18 миллионов рублей. В будущем году в очередной раз изменится и сама схема бюджетного финансирования. С 2014 года действует 104 ФЗ. Это внесение изменений в бюджетный кодекс программы целевого финансирования. У нас будут с 2014 года программные и непрограммные мероприятия. Непрограммные мероприятия – это на содержание аппарата управления, органа местного самоправления, представительного органа, резервный фонд. Остальные все статьи расходов у нас носят в программе целевое финансирование. Существенным облегчением для бюджета поселения станет передача части автомобильных дорог на баланс района и области. Это улица Свободы в райцентре, фактически окружная, и автодорога Харина-Плаксина. Снизит расходное бремя и новый порядок финансирования капитального ремонта жилого фонда. С 2014 года образована региональная программа капитального ремонта, где будут ходить свои источники финансирования. Это федеральный, региональный бюджет и бюджет собственников. Все финансирование больше не предусматривается. 350 тысяч – это будет значит с нами, с вами, у нас с вами взносы. Так же, как собственники квартир будут носить в этот фонд взносы, так же мы будем делать взносы только на защиту своей муниципальной квартиры, те, которые у нас находятся в фонд. Приняв проект бюджета с необходимыми изменениями, депутаты обсудили ряд других вопросов. На прошлой неделе санаторий «Малые соли» в третий раз принимал участников областного многопрофильного лагеря для пожилых людей «Второе дыхание». Какие чудеса способен сотворить извлеченный из глубин памяти пионерский галстук, увидела наша съемочная группа. Скажем дружно наш девиз. «Малые ребята, сердцем не скорей!» По сути, лагерь для пенсионеров очень похож на пионерский. Оригинальная идея такого лагеря принадлежит начальнику управления социальной поддержки населения и труда Елене Базуриной. Именно она предложила распространить опыт работы с молодежью на аудиторию старшего возраста. Александр Андреевич, вы приезжаете в лагерь третий раз? Да, третий раз. А с каким настроением и почему? Приезжаю с очень хорошим настроением, а уезжаю вообще в восторге. Расслабляюсь, дальше некуда. Нравится то, что люди здесь зажигаются так, что сопереживают до слез. Лагерь длится пять дней. В этом году во «Втором дыхании» приняли участие 60 пенсионеров. В том числе 25 участников от Ярославского отделения общественной организации «Союз пенсионеров России». В таком лагере я участвую впервые. А как впечатление? Впечатление у меня хорошее. Принимают хорошо. У нас много развлечений. У нас много конкурсов. У нас много соревнований. Мы поддерживаем свое здоровье и занимаемся физкультурой. Раз и два. Раз и два. Раз и два. По форме и содержанию работы здесь действительно многое напоминает пионерский лагерь. Отряды построения, коллективные творческие дела, азарь борьбы, радость победы и юношеский блеск в глазах. У нас же на каждое мероприятие практически приезжают гости, партнеры, которые помогают нам эти мероприятия проводить. И они, конечно, в шоке большом, те, особенно, которые первый раз. Вот сегодня девчонки из молодежного центра приехали. Они говорят, мы в восторге от вас. Такой позитив, такая энергетика дикая, такое желание и стремление к победе. А прямо сейчас начнется большая интеллектуальная игра, и мы пойдем посмотрим. С каждым из четырех отрядов лагеря работают кураторы, специалисты управления соцподдержкой и комплексного центра социального обслуживания населения. Где-то поддерживаем, где-то подбадриваем, где-то соглашаемся, даже если не согласны. Плюсы этой возрастной категории состоят в том, что люди уже обладают каким-то жизненным опытом, взглядами, навыками, привычками. Поэтому, если расположить к себе людей, если найти подход к каждому из членов отряда, то работать с ними не составляет большого труда. Все в руки, все в руки, все в руки, браво, 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 браво. И такие сборы станут ежегодными. 24 ноября в нашем календаре замечательный праздник – День матери. А главная ценность в жизни любой мамы, конечно же, дети. И самое счастливое из знакомых мне мам сегодня, пожалуй, Светлана Турова. На этой неделе вернулся со срочной службы ее старший сын Евгений. Семейную радость разделила и наша съемочная группа. Ровно год назад наша съемочная группа вместе с родными и друзьями проводила на срочную службу некрасовца Евгения Турова. Женя взял академический отпуск в духовный семинарий, куда поступил после окончания некрасовской средней школы, чтобы пойти в армию. Я ушел в ряды вооруженных сил, чтобы отдать свой долг, набраться мужества, терпения. И не то чтобы терпения, а даже какого-то внутреннего богатства, которого у меня не было здесь, в гражданской жизни. То есть там ты живешь каждым днем, задумываясь о будущем, то, для чего ты вообще живешь и для чего мы вообще нужны. Ну вот, пришла моя очередь, уволиться в запас. Я очень горжусь тем, что у меня выпала эта часть в службе вооруженных силах в городе Твери. Это 12-е главное управление Министерства обороны. Значит, ты год назад и ты сегодня, это два разных человека? Или все-таки нет? Да, это совершенно разные люди. То есть, знаете, я, например, год назад я мог уйти гулять, ну и там не звонить родителям час-два. И не задумываясь о том, что родители вообще волнуются или что-то там еще в этом роде. А на самом деле, служив только там, начинаешь понимать, как родители тебе дороги, как дороги тебе твои друзья, родные, близкие. Они все переживают, ждут. Начинаешь разбираться в людях. Женя, сегодня у семьи есть еще какой-то повод собраться. Да, да, да. Это 20 лет свадьбы. Ровно 20 лет назад наш Некрасский ЗАГС зарегистрировал бракосочетание моих родителей, к чему я очень благодарен. 20 лет это... Я знаю, что такое год, что такое 20 лет, я не знаю. Сейчас даже столько не прожил, но это очень много. Я горжусь ими. Они моя единственная опора, моя поддержка. Сердце мамы, оно большое? Даже, наверное, все-таки оно крепкое. Потому что только, наверное, только мама больше всех ждет, больше всех переживает. Ну, папа, соответственно. Что самое трудное за этот год было для вас? Время не шло. Для меня время очень медленно шло. Переживали очень сильно. Безобразия очень много, все знают. Поэтому ждать тяжело было. Очень трудно было ждать. Родители все-таки несут такой крест. Вот. Они, то есть, отвечают за тебя, всегда помогают там. С одной стороны, печально. А с другой стороны, год. Я думаю, все хорошо будет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok При заключении договора ОСАГО им пытаются навязать дополнительные услуги, например, в виде страхования жизни. Такой необычный способ продвижения продукта заинтересовал и правоохранительные органы. Насколько законны действия страховщиков, выяснила прокурор района Елена Прима. Весной и летом текущего года в прокуратуру района поступило несколько обращений от жителей Некрасовского района. В частности, люди жаловались на то, что, обращаясь в филиал ООО «Росгострах» за заключением договора страхования ОСАГО, с них требуют заключение договора страхования жизни. Причем это требование от работников страховой компании было обязательным к исполнению. В противном случае граждан отказывались в заключении договора страхования ОСАГО. В прокуратуре района по жалобам проведены проверки, были установлены нарушения закона о защите прав потребителей и антименопольного законодательства. В адрес ООО «Росгострах» по Ярославской области было направлено представление. Данное представление было удовлетворено, были приняты меры, виновные лица наказаны. Несмотря на это, в прокуратуру района стали поступать уже устные обращения граждан о том, что требования сотрудников страховой компании остались прежними, и им отказывают заключение договора страхования ОСАГО без наличия заключенного договора страхования жизни. Данное требование является незаконным. Неоднократно лично я, как прокурор района, связывалась с руководителем ООО «Росгострах» Пикаловым. Мы с ним договорились о том, что он примет еще меры воздействия к своим сотрудникам в Некрасовском районе. В октябре текущего года лично я звонила в филиал нашего учреждения данного, и меня заверили в том, что больше требований со стороны страховой компании об обязательном заключении договора страхования жизни при заключении договора страхования ОСАГО. Больше таких требований нет. Мне бы хотелось, чтобы люди наши, граждане, население Некрасовского района, которое обращается в филиал ООО «Росгострах» здесь, в Некрасовском районе, при наличии повторных требований обязательного заключения договора страхования с отказом в страховании по ОСАГО, чтобы они обратились потом ко мне, чтобы мы могли знать и могли проконтролировать, проследить данную ситуацию, чтобы это нарушение на самом деле было устранено, и людей не понуждали заключать те договоры, которые они не желают этого делать. Примем мы ваше обращение как в устном виде по телефону, так и, пожалуйста, в письменном виде. Продолжаем наш выпуск. Пожары в социальных учреждениях, в частности в домах-интернатах для престарелых, в последние годы стали настоящим проклятием России. Гибнут беспомощные старики и спасающие их молодые сотрудники. Предотвратить трагедию и сберечь людей, как сделать это в теории и на практике, узнала наша съемочная группа, побывав на противопожарных учениях в Некрасовском доме-интернате. Внимание! Здание интерната пожар. Просьба всех покинуть помещение без суеты и спешки согласно плану вакуации. Ярославская область, поселок Некрасов, Некрасовский дом-интернат для престарелых и инвалидов, улица Молодежная, дом 9, возгорание, реабилитационный корпус. Противопожарная сигнализация в доме-интернате на этот раз сработала в учебных целях. Условное возгорание произошло в реабилитационном корпусе, в котором проживают около сотни пожилых людей и инвалидов. Оперативно эвакуировать людей преклонного возраста сложно, хотя в случае реального пожара огонь вряд ли будет делать скидку на немощь. Поэтому так важно, чтобы коллектив работал максимально слаженно, и каждый человек знал, как очень наш алгоритм своих действий на случай реального ЧП. Свой норматив по ликвидации очага возгорания отрабатывают во время учебной тревоги дежурные расчеты Некрасовской противопожарной части. Учитывается время прибытия на вызов и разворачивание рукавов. Время подачи воды и одевания газодымозащитных аппаратов. Такие учения в доме-интернате проводятся практически каждый месяц. Порой старики ворчат, но в данном случае безопасность важнее комфорта. После завершения эвакуации и подключения электричества в кабинете директора собираются руководители всех подразделений. Итого время эвакуации 8 минут, если округлять, да, Сергей Станиславович? Да, 7,3, вот Сергей Станиславович. Ну, 7,5. Ну, 30 секунд, они тоже что-то влияют. Конечно. Разбор полетов делается с единственной целью – усовершенствовать алгоритмы спасения и максимально застраховать сотрудников и проживающих от всевозможных ЧП. Именно с этой целью разработаны личные противопожарные инструкции для всех сотрудников интерната. Инструкция по действиям суточного медицинского персонала в случае возникновения возгорания в реабилитационном корпусе. И дальше за каждой. Вот медсестра реабилитационного корпуса что делает. Медсестра спального корпуса номер один что делает. Второго корпуса. У нас даже пожарную машину уже знает, кто будет встречать. Она приходит к медсестре, она дает ей вводные, она уже идет встречать. Если произошло, сработала сигнализация, уже охранник знает, открывает всегда все вороты. А персонал открывает ворота у второго корпуса. Предстоящему юбилею нашего поселка, напомню, в будущем году ему исполнится 800 лет, была посвящена прошедшая в минувший четверг интеллектуальная игра некрасовских школьников. Кто лучше знает историю родного края, пятиклассники или выпускники, увидел наш оператор. Историко-краеведческая игра – лишь первый этап большого общешкольного проекта по волнам нашей памяти, придуманного совместно со школьным музеем, для пробуждения у ребят интереса к биографии родного края. Азарт борьбы станет хорошим стимулом заглянуть в учебники и краеведческие издания. На протяжении всего года сборные параллели с пятого по одиннадцатый класс будут участвовать в различных акциях и викторинах, посвященных наступающему юбилею, и бороться за звание лучших знатоков истории нашей малой родины. Первый этап юбилейного марафона проходил под названием «Карта посада Большие соли. Здание, события, люди». Руководитель школьного музея Владимир Сергеевич Хорев приготовил для ребят весьма непростые вопросы. И далеко не на все получается дать исчерпывающий ответ. Деревня Кобелево – это горная. Деревня Агарково – это улица Победы. Деревня Печальник – это улица Гражданская. И Богородство – это Некрасово. То есть полные ответы нет ни у кого. В одном из раундов команды представили на суд участников и конкурсного жюри свои творческие продукты на краеведческую тему – буклеты, посвященные юбилею поселка. Вот о 18 знаменитых наших землях. Разговорят ребята из команды под номером 5, то есть 10 класса. Разный возраст участников игры конкурентной борьбе не помеха. Судя по набранным в первом туре баллам, самым слабым звеном на сей раз оказались вовсе не самые младшие. Но максимальное количество баллов набрала сборная выпускников. Первая команда, пятые классы – 15 баллов. Вторая команда, шестые классы – 21 баллов. Третья команда, 11 классы – 51 баллов. Четвертая команда, восьмые классы – 6 баллов. Пятая команда, десятые классы – 40 баллов. Шестая команда, седьмые классы – 49 баллов. И седьмая команда, девятые классы, 22 балла. Татьяна Реонидовна озвучила промежуточные результаты. Они приплюсуются, суммируются с результатами со старта игры по волнах нашей памяти. А потом будет второй и третий этап. Поэтому, кто будет победителем, кто будет самым главным проявителем, кто будет самым главным знатоком своего родного поселка, мы не будем загадывать и узнаем об этом в апреле и в мае месяце. Левашовскому сельскому дому культуры 45. И это не просто клуб, настоящий очаг культуры, который согревает, дарит радость творчества и собирает друзей на праздники. Не случайно в небольшом селе так велика концентрация талантов. В этом еще раз убедились мы, побывав на юбилее. Это дождик поутру, разбудил всю детвору. Это дождик поутру, разбудил всю детвору. Эти юные звездочки пока делают свои первые шаги по настоящей сцене. Слава Богу, в Левашове есть у кого учиться и на кого равняться. В биографии клуба немало ярких имен и интересных страниц, а начиналось все еще в далекие советские времена. Исходя из архивных данных, за 1936-1937 годы вместо клуба была изба читальня, которая содержалась на средствах Левашовского сельсовета и обслуживала колхозы этого же сельсовета. Многолетние традиции сценического творчества во всех его проявлениях сделали Левашовский клуб одним из самых продвинутых учреждений культуры на Ярославской земле. Здесь были организованы первые в районе киностудии и собственная студия звукозаписи, народный драматический театр и народный хор. Левашовский дом культуры известен далеко за пределами своего села, да и всего нашего района. У него множество партнеров и друзей, которые приехали сюда на праздник. Нам нравится здесь бывать, потому что здесь настоящие хозяева. Здесь всегда так комфортно и уютно. К сожалению, по своей работе мы не можем часто приезжать. Но вот не приехать сегодня мы просто не могли. Вот в этой ярославской глубинке живут и работают такие талантливые люди. Поверьте, они их знают и в Ярославле. Поздравить юбиляра собрались десятки разных людей, среди которых были официальные лица и коллеги по цеху. Но самые теплые и добрые слова, конечно же, звучали от левашовцев. Ты спроси любого здесь мужика. Каждый скажет, юбилей у ДК. Мы желаем тебе, милый ДК, чтоб не падала звездка с потолка, чтоб не дрогнула министра рука, когда денег в клубу даст. А пока тебя любят. Ты почти сын полка. Чтоб прийти сюда, мы ждем лишь звезда. В твою честь аплодисментов река. С юбилеем, дорогой наш ДК. Историю левашовского ДК писали всем миром. Живое участие в развитии культуры на селе принимали десятки талантливых людей. Есть еще одна удивительная особенность у левашовской культурной традиции. Ни в одном клубе района и области, а может быть даже и всей России, не встретишь на сцене столько интересных и талантливых мужчин. Есть здесь свои певцы, композиторы, актеры и мастера разговорного жанра. Работки культуры, проживающие в сельской местности, будут получать зарплату в сауне. Вот как культуру-то зауважали, а? Каждой работе культуры должен явиться в сельский совет, где ему сделают эротический массаж. Историю всегда делают личности, и сегодняшний день Левашовского Дома культуры – это тоже люди, сплоченный коллектив энтузиастов, профессионалов, творцов. Именно благодаря их подвижническому труду клуб продолжает оставаться пульсом, временем, стержнем жизни и минутой славы, которая всегда с нами. Первый сюжет нашей программы был посвящен развитию туризма в районе. И одна из беспроигрышных туристических приманок – загадка, легенда, историческая тайна. Возможно, именно поэтому так манит путешественников Малога – город-призрак, исчезнувший с лица земли семь десятилетий назад. На поиски приключений в Рыбинское море отправились и наши корреспонденты. Путь на Малогу – неувеселительное путешествие. Он труден и полон опасностей. Добраться до Русской Атлантиды можно лишь водным путем. Место, где был город, находится в 30 километрах от Рыбинска, в южной части водохранилища. Живущий сегодня в Мышкине художник и краевед Сергей Куров – наш проводник в прошлое. Сергей Васильевич убежал далеко, уже, наверное, клад нарыл. Вундук с деньгами не увезти. Нынешняя Малога, конечно, не сказочный град Китеж. И полностью она никогда не открывается. Глубина большей части Рыбинского водохранилища составляет от 2 до 4 метров. Уровень воды колеблется, но Малога показывается из воды все реже. Последний раз такое было 8 лет назад. И хотя на дне морском давно покоится неблагодатная равнина с городами, церквями и лесами, а необъятная безжизненная пустыня, это место притягивает, как могли. Добравшись до Малоги во время низкой воды, все еще можно побродить по старым улицам, разглядеть фундаменты домов. Здесь, на песчаных отменях, бесстрашные краеведы ищут исторические артефакты и реликвии для местных музеев. Христианка! Ой! Скорее всего, с крыши, вот как Малокского собора. К сожалению, на сей раз встреча с Малогой оказалась короткой. На Рыбинском море начался шторм, и пришлось уводить наше непрочное судно обратно, поближе к Большой Земле. Среди трофеев старинные монеты и фрагменты женского украшения 10 века. Но мы сюда еще обязательно вернемся. Малога, как и всякая тайна, притягивает. Виталий Королев, Андрей Фомичев из Малоги. Специально для Мекрасовского ТВ. Это все новости на сегодня. Спасибо, что были с нами. Над программой работали Татьяна Гурьева, Александр Епишин, Андрей Фомичев, Татьяна Репина и Анатолий Молев. Будьте здоровы и берегите друг друга. Увидимся! Магазин «Мебель» предлагает широкий выбор мягкой и корпусной мебели. Ивановский текстиль, бытовая химия, парфюмерия, низкие цены. Предоставляется беспроцентная рассрочка платежа до трех месяцев. Ждем вас по адресу поселок Некрасовская, улица Советская, 22 этаж, с 10 до 18 часов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok